Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! Я всех вас рада приветствовать! Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, а также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня я сделаю расклад для женщин, для одиноких девушек, которые мечтают, хотят в новом, в 2023 году, встретить свою любовь. Я буду работать на двух колодах. Первая колода у меня – это колода Таро Монары. Я как-то немножко рассказывала об этой колоде. Это эротическая колода Таро Мила Монары. У этой колоды выраженная женская энергетика, и она больше основана на эмоционально-психологический аспект отношений. А также я буду смотреть информацию по колоде Таро 78 дверей. Будет три варианта, девушки, так что загадывайте. На Таро Монара я буду смотреть вашу, так сказать, предысторию. Вы должны будете выбрать первый, второй, третий вариант. Если у вас, допустим, не резонирует первый вариант, значит, вы можете выбрать второй вариант. Но в любом случае смотрите на свои внутренние ощущения, как у вас будет резонировать расклад. Я всех вас хочу поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать вам крепкого здоровья, любви, мирного неба над головой. И пусть каждый из вас обязательно встретит свою любовь. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Пишите, девушки, обращайтесь за личным раскладом. Итак, ваша небольшая предыстория. Первый вариант. Ваша небольшая предыстория. Второй вариант. И ваша небольшая предыстория. Третий вариант. И давайте посмотрим, встретите ли вы в 2023 году свою любовь. Первый вариант. Второй вариант. И третий вариант. Давайте посмотрим вашу предысторию. Первый вариант. Я могу сказать, что у вас были сложные взаимоотношения с мужчиной, которого вы когда-то любили. Возможно, где-то даже вы его как-то боялись. И был даже такой период, когда вы скрывались от него. То есть не хотели с ним общаться из-за эмоционального потрясения. Человек вы очень темпераментный, эмоциональный сами по себе. Очень страстная натура. Здесь также, возможно, была ревность со стороны мужчины. Вас этот мужчина долгое время не отпускал. Он постоянно за вами наблюдал. Возможно, даже как-то следил. И эмоционально у вас, вы очень эмоциональный человек. Для вас самое важное – это ваше комфортное состояние. То есть комфортное состояние покоя. Когда мужчина оказывает на вас давление, вы начинаете уходить в эти страхи. Эмоциональные страхи – это и бессонные ночи, и состояние тревоги. Ну и также я могу сказать, для вас очень немаловажно, и вы можете, и для вас очень немаловажно именно вот это состояние очистки. Когда вы перенапрягаетесь, вам может помочь только бассейн, горячий душ, баня, либо какой-то водоем, если это летом. Также это отпуск, это отдых. Все, что связано с расслаблением. Но здесь также могу сказать, идут вам рекомендации. То, что в обязательном порядке, конечно же, вам необходимо посещать именно бассейн. Только там вы можете расслабиться, получить вот этот вот заряд энергии и эмоционально отдохнуть. Что еще для вас очень важное в отношениях, в любви, можно так сказать, – это эмоциональная любовь. И вы вообще любите яркие формы проявления этих чувств. Могу также сказать, вот когда вы влюбляетесь, то вы влюбляетесь сильно, ярко. Вы должны испытывать вот эту вот радость, радость удовлетворения. Такое, знаете, как вот говорят, вот прямо вот крылья за спиной. Но, еще раз говорю, возможно, вы очень тяжело выходили из отношений, потому что вы даже чувствовали давление от этого человека и опасность. Давайте посмотрим, встретите ли вы любовь. Вот смотрите, пятерка Пентаклей, 78 дверей. Вы еще не совсем выздоровели от этих больных отношений, не совсем готовы. Вам необходима энергетическая именно помощь, очистка. Вы должны не только свои мысли, свое тело привести в порядок, но также свой внутренний мир. Давайте еще посмотрю дополнение. Что мне еще карты скажут? Вот сейчас, на данный момент, и не готовы вы, даже будете в 2023 году, к этим новым отношениям. Слишком все болезненно для вас. Вот знаете, вот как у вас пока что, как открытая рана. Вы пытаетесь выйти, конечно, безусловно, вы пытаетесь работать над собой. Вы выходите из этого состояния уныния. Простите, вы как будто уже, на самом деле, и переросли те отношения, которые когда-то были. Когда вы, простите, когда вы входили в отношения с тем человеком, вы эти отношения уже переросли. Да, возможно, для вас немаловажно, простите, сексуальные отношения. Но для вас все-таки в большей степени важна любовь. И сейчас вы пытаетесь как будто куда-то войти, куда-то пролезть. Возможно, вы даже ищете какие-то варианты для себя, рассматриваете новых взаимоотношений. Но на данный момент у вас ничего не получается. Не готовы. Слишком мало времени прошло. Здесь нужна глубокая работа. Могу даже так сказать. По первому варианту, девочки, кто выбрал первый вариант? Если у вас будет желание, обратитесь, пожалуйста, ко мне. Мне нужно будет посмотреть, есть ли у вас какая-либо порча, какой-то негатив. Потому что прям мне тяжело стало дышать. Понимаете меня, да? По всей видимости, вас энергетически пробил бывший партнер. Так, это что касается первого варианта. Второй вариант. Рассказываю о ваших взаимоотношениях. Это маленькая такая предыстория. Но если у кого-то срезонирует, здесь наблюдается любовный треугольник. Вы вообще сам по себе человек очень яркий, очень эмоциональный. Любите следить за телом, любите следить за собой. Стараетесь поддерживать себя в хорошей форме. Но вы, возможно, даже, можно так сказать, невозможно, постоянно входите в отношения в любовный треугольник. Либо вы вмешиваетесь в процесс и уводите какого-то мужчину, который уже был в отношениях. Ну и уводить, знаете, это можно увести телка. Как говорится, сам не захочет, мужчина никуда не уйдет. Но, тем не менее, постоянно присутствие другого партнера. Возможно, мужчина не тот. То есть сначала он вас видит яркую, красивую, интересную, вступает с вами в взаимоотношения. Отношения основаны на страсти, на сексе. И впоследствии выясняется, что этот мужчина постоянно бегает от одной к другой. То есть он вот такой вот, как сказать, у него территория размывчатая. Да, он может вас ревновать, но сам по себе позволяет очень-очень многое для себя. И у вас, знаете, такие вот отношения, они как качели. И вам зачастую кажется, что вы наступаете на одни и те же грабли, ходите как по кругу. Давайте посмотрим. 2023 год. Будет ли у вас знакомство? Вы знаете, будет у вас знакомство. И причем нарисуется на горизонте тот мужчина, который захочет о вас заботиться. Сейчас посмотрю. Еще какая у меня пойдет информация. Ну, могу так сказать. Смотрите. Возможно, вот как... Поначалу вас что-то может напугать в этих отношениях. Понимаете? Может быть... Вот как... Даже так могу сказать. Не то, что вас что-то не устроит. Возможно, для вас вот те предыдущие отношения также были болезненными. И вы хотите выйти вот из этого состояния ментальной зависимости, когда вы постоянно вспоминаете партнера, того партнера, который вам изменял, который вам нанес душевную рану. И вы все время в таком, знаете, состоянии. Ну, когда же наступит тот период, когда же я встречу уже своего любимого? Я еще раз говорю. Встретите. И причем он окажется у вас на пороге вот-вот. Ну, смотрите, девочки и женщины, как бы, знаете, любви все возрасты покорны. Мужчина, возможно, может быть, даже чуть-чуть у вас помладше. Понимаете? Ну, то есть на год, на два. Если это для женщин, которым, допустим, за сорок, это примерно разница в возрасте, может быть, пять лет. Не пугайтесь. Но по итогу вас ожидает создание семьи и брак. Потому что здесь древо жизни, дети и крепкая семья. Выйдите вы, в конце концов, из этих болезненных отношений. На данный момент вы же понимаете, что это был ваш выбор. И, к сожалению, вы оказывались вот в этом вот любовном бермудском треугольнике. Сейчас, конечно, вы страдаете, но выход обязательно найдется. Обязательно. И вы обязательно встретите этого мужчину. Но хочу так сказать. Не старайтесь клин клином вышибать. Для начала проработайте все свои недостатки. Потому что, когда вы вышибаете клин клином, вы начинаете наступать на одни и те же грабли. Все-таки здесь нужен разумный подход. Давайте посмотрим третий вариант. Здесь могу так сказать. Были абьюзерские отношения между вами. Третьем варианте. Девочки, знаете, я могу так сказать. Либо как-то вы истерили и постоянно закатывали истерики и наступали на одни и те же грабли. Либо все-таки в ваших взаимоотношениях мужчина, знаете, ну, возможно, он был как тиран. Возможно, был не то, чтобы там вас там бил. Может быть, этот мужчина как-то вас оскорблял, унижал. Какие-то в вашу сторону бросал колкости. Не умел делать вам комплименты. Постоянно вам навязывал, знаете, вот такое вот, что вы не такая, что у вас что-то так не то, это не то. То есть и у вас выработался такой вот комплекс. Отношения были по третьему варианту предыстория ваша сложная. Но еще могу сказать. Вот была какая-то в ваших отношениях бесконтрольность. Вот по событиям это... Вы хотели ярких, неповторимых эмоций, но вам эти эмоции мужчина не давал. Вы-то, кстати, можете любить вот просто потому, что вы любите. Вот вам просто нравится этот мужчина, и вы в него влюбляетесь. Независимо, какой он по характеру. Вот вы влюбились, и все. Для вас любовь – это самое главное, самое важное, что может быть на свете. Но через какое-то время, когда вы понимали, что это не тот мужчина, как говорят, не то пальто, вы быстро охладевали. Понимаете, сами по себе, возможно, вы не простой человек, с вами сложно. И мужчина, с которым вы вступали в отношения, он не понимал, вдруг была такая няшечка, такая вся темпераментная зажигалочка, а куда же это все делось? И вы, когда начинаете охладевать, мужчина начинает за вас цепляться. Но вы также еще охладеваете, потому что мужчина вам навязывает чувства комплицы, чувства вины, не делает комплименты, как сказать, не оправдывает ваших надежд, и вы от такого мужчины пытаетесь спастись и уйти. Уйти в новые отношения с своим, может быть, какие-то иллюзии, в общении с подругами, может быть, в работу. Начинаете от него отстраняться. А этот мужчина за вас цепляется, вас не отпускает, вас ревнует, вас начинает контролировать. Мне это напоминает в большей степени какие-то очень сложные, абьюзерские, тяжелые отношения. Вот из этих отношений либо вы еще не вышли, но уже собираетесь, либо вы вышли. Давайте посмотрю, вышли ли по третьему варианту вы из этих отношений, либо вам не хватает смелости выйти. Еще раз говорю, вы можете устраивать истерики на ровном месте, не понимая того, что все идет от того, что любви-то больше нет. А тут уже остается только привычка. А вам нужны яркие эмоции. Скорее всего, нет. Но вы хотите убежать из этих отношений, уйти. Так, давайте посмотрим, будет ли любовь. Любовь, кстати, для многих здесь так проигрывается. Кто-то здесь в законном браке находится. И очень тяжело выйти из этих отношений, абьюзерских. Только через полный разрыв с этим мужчиной, который в вас вцепился. Только через полный разрыв. Даже если вы не в официальном браке, нужен полный и окончательный разрыв. Это не так, что надо сначала мужчину найти, а потом уйти. Нет. Сначала уходите, а потом выстраиваете новые взаимоотношения. Так появится по третьему варианту мужчина в 2023 году. Вот смотрите. Если вы поработаете над собой, вот сейчас вы движетесь как слепой человек по одному и тому же маршруту. То есть вы не замечаете, что вокруг вас творится. Вы вроде бы как пытаетесь, опять-таки, даже вот как по первому варианту, вот что-то вот как-то выйти из этих сложных отношений и куда-то вновь войти, но пока вы не готовы. Здесь нужна обязательно определенная работа и окончательный разрыв. И по солнцу, я могу сказать, вы должны пройти определенный путь. Родить себя заново, выстроить себя заново, понять все-таки, что каждый человек рожден для счастья. И у каждого человека счастье находится только в его руках. Даже если у вас есть дети, понимаете, дети никогда не будут помехой для счастья. И это заблуждение, когда говорят, вот у меня трое детей, там двое детей, кому я нужна. Неправда. Я еще раз говорю, неправда. Все зависит только от вас, от вашего настроя, от вашего желания быть счастливым человеком. Войдет этот мужчина, но не скоро. Для этого вам нужно поработать. Поработать над своей личной жизнью. Освободиться от ненужных людей. Освободиться от старого хлама, который уже, знаете, вот лежит годами. Если вам понравился мой расклад, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Желаю вам счастья, любви, добра. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.